Игнатий Тихонович, доброго здоровья. Добрый день. Слышно меня хорошо? Да, слышно. Ну вот мы с вами договаривались на субботу, но так получилось, что можно и пораньше. Если я не слишком вас задержу, то... Ничего. Вы из какого города? Я из Новосибирска. Вы не против, что у нас записывается и в интернет выставляется? Я не против. Я слушаю вас. Говорите. Ну, я вам тогда сказал, что у меня есть... Хотел бы услышать ваше мнение по поводу рождения свыше. Я расскажу небольшую предысторию, чтобы вам было понятно чуть-чуть. Ну, в какой-то момент мне стало ясно, что если человек не рожден свыше, то все остальное не имеет никакого значения. Ни крещение, ни участие в таинствах и... Ну, вся вот эта вот христианская жизнь, она как бы никакой роли не играет, если человек не рожден свыше, да? Правильно я понимаю? Об этом говорит Симеон Новый Богослов. Оно имеет значение, но так как к этому надо достижение. Бывает, что не в одну минуту человек достигает этих вершин, но к этому надо стремиться, чтобы к тебе внутреннее было перерождение. А так, был сухой грешник, а теперь мокрый грешник, ничего не меняется. Внутреннее чувствование, желание, все Бог переменяет у рожденного свыше. Ну вот мне бы хотелось... Я искал информацию по этому вопросу, и ее крайне мало. И в Писании, и у святых отцов. Что это такое, в принципе, я более-менее понимаю. Вопрос у меня вот в чем. Возможно ли человеку при желании родиться свыше, каким-то образом, ну, собственно, это осуществить? Либо это дается свыше от Бога, и от человека ничего не зависит? Ну вот, в этом, собственно, и весь вопрос. Как можно получить рождение свыше? Что нужно для этого сделать? Что об этом говорит Святое Писание, и что об этом говорят Святые Отцы? Этот вопрос задавали иудеи Петру. Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Вы себе записывайте места Писания, а то разговор кончится, и ничего в голове может не остаться. Деяние 2, 38. Что нам делать мужи и братья? Тот же самый вопрос. Петр говорит им, покайтесь, запятая, покайтесь, без этого нет, урождение свыше. Второе. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Правильно, крещение, троекратное погружение, грехи снимаются. Человек уже другой. Запятая. И получите дар Святого Духа. Но тут требуется уже пояснение. Что значит покаяться? Православные знают, Господи, помилуй, 40 раз говорят. А прощен или не прощен, человек не знает. Я говорю, Бог тебя просил или нет? Да кто его знает? Я говорю, а Янкраштацкий знал. Он говорит, я сегодня огневался так, дьякон покодил, там, задымил мои митры, но я помолился, и Бог просил меня. Женщина сегодня с ребенком так мешала служить, крещит ребенок. Я огневался на нее. Но я помолился, и Бог просил меня. Он только говорил это или ощущал. Но у него были близкие отношения с Богом. Но вот так можно сказать человек, который чувствует близость к Божию. Это никак по-другому нет. У православных считается, я же священнику грехи отнес, я рассказал ему все на исповеди. Так а Богу-то еще разве неизвестно было? Сказать надо. Но тут надо еще понять свойства Божия. Я свои имею наработки и изречения. Я говорю, Бог никогда никому ничего прощать не может. И не прощает за так. Никогда хоть ты лоб разбей. А почему? Он не может прощать. Это не Божья сущность. Так Он всемогущий. Всемогущий в его понимании не в нашем. Он не может солгать. Написано, Бог не может отречься самого себя. Не может. Не может. Библия говорит. Он не может отречься самого себя. Сам себя уничтожить не может. Ну а как тогда? А так, возьмите за грех смерть. Римлянам 6.23. Запишите. Римлянам 6.23. Ну а сейчас давайте поговорим. Бог всемогущий, Бог свят. Будьте святы, как я свят. Отец пришел домой. Ну наказал. Вы тут убирайтесь, все делайте. А вот яблоня еще не поспела. Вы не трогайте. Он приходит. А там одно яблоко сорвали. Ну какое наказание будет? Ну давайте так, прикинем. Не в чужом саду. Он сам отец оставил его в саду. Убирай. Тут ты полей, убирай. Ну не трогай вот это дерево. Ну что он может сказать? Ну самое большее это выговор ему дать. А уголовный кодекс тут еще не было сделано. Яблоня растет. Отец здесь одно яблоко съел там. Ну плод с познания добра и злата. Это то же самое. Бог оставил Адама, отошел, а он взял. Отъев. Ну не имеет значения. Ну и что? Большое наказание. Большое. Вся природа, вся космическая пространственность заколебалась. Все стало смертным. Рыба уже мертвая плескалась. Зверь рычал, уже мертвый. Все мертвое стало. И умерло. Только, говорит, не упади. За это время сто миллиардов людей. Сто миллиардов. Это не два человека. Умерло. Умерло. Закопали в землю. Это что? В Адаме все умирают. Писание говорит. В Адаме все умирают. А во Христе все живут. Вот мы должны понять, что Бог не прощает никогда. Он не может простить. Это его свойство. Свойство Божие. А как? Смерть. А как умереть, когда я сам грешен? И для этого с неба сходит Сын Единородный. Он говорит. Вот я иду. Ты уготовил тело мне, как псалмопевец Давыд говорит. Сын Божий пришел. Почему? Когда его видит Евангелист Иоанн, 1 глава 29 стих, и говорит. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это явление Христа народу. Картина Иванова в Третьяковской галерее. Он 20 лет ей отдал, говорит. Агнец Ягненок берет на себя. А зачем брать-то? Чтобы получили прощение верующие в него. Верующие в него имеют жизнь вечную. А без пролития крови не бывает прощения грехов. Так Бог же прощает. Без пролития крови не бывает. Бог убивает. Мы Божьи свойства не знаем. А что это справедливо? А тебе не надо знать. Справедливо, не справедливо, это наша мерка. Наша, божественная, не такая мерка. Не такая. Израилю надо дать землю, а земли нет. Бог посылает и говорит, там 7 народностей живут. Убей всех их. И все на этом конец. Да геноцид. А то даже Гитлер этого не делал. Тебе не надо рассуждать. Эти народы изжили себя. Они негодны были. Бог посылал шершней, чтобы убрать их. В Адаме все умирают. Все. 100 миллиардов. Умерли все. Есть такой фильм «Я легенда». Не видели? Видели. Вымерли все. Она говорит, там есть. Он говорит, умерли все. 500 миллионов там остались, которые это людоеды. Манкурты. Так и здесь. А где спасение? Вот первый шаг. Ты должен признать, что ты грешник. Грешник погибший. Окончательно и бесповоротно. И никакой надежды. Ни одной искорки нету. Надежды на спасение нету. Никакой. Хоть ты день и ночь молись. Молись и ничего злого не делай. Ты смертный. Ты умрешь все равно. Умрешь. Ты смертный человек. А как? Кто-то должен за грех ответить. И кто-то, вот об этом не знают мусульмане 2 миллиарда. Они верят, они хороши, они стараются. Но без Христа нет и отца. Кто не имеет сына, не имеет и отца. Деяние 4.12 говорит. Нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Это не Иса. У них Иса не умирал. Наш Иисус умирал. Это другой персонаж. Другой. И мы должны до конца этим проникнуться. Человек должен прийти в отчаяние. Окончательно. Погиб я. Выхода нет. Все. Я не хочу жить. И вот в это время надежда. Надежда из Ефлеемских, Еслей, из Голгофа. Нам сияют. Он говорит. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мою на себя. И научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам вашим. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Но он хороший. Неверующий. Там не написано хороший или плохой. Евангелие Теяна 3 глава 36 стих. Вот это вот у православных отсутствует. Они не знают. Но я ходила к батюшке. Счаще исповедуйся, счаще причащайся. То есть больше грехов будешь иметь. Многие больные, немало умирает. Апостол Павел предупредил. А сегодня приходит вот здесь. Ну сын, у меня наркомания. Ты не знаешь что. Ну пускай придет причащиться. Его в храм запускать нельзя. Совершенно не понимают. Взявшие, говорит, ключ разумения, сами не вошли и хотящих не впустили. Это сегодняшнее состояние в церкви. Сектанты, баптисты все о Христе пропадают правильно. О Христе пропадают правильно. Они не церковь. Но пропадают правильно. А почему? Я вам верил слово свое, Господь говорит. Солом 118, 113 стих говорит. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Одновременно в одном стихе ненависть и любовь. Православные этого не знают. Не знают. Может кто-то знает. Но может это не означает, что так. А как я пойду, свечки там зажгу, за мертвого помолюсь, к мощам приложусь, в монастырь съезжу. То есть это все вводит лукавый по другим аквальностям. Это все для спасенного. Это на пользу пойдет. Неплохо посмотреть. Вот вы очень точно сейчас все говорите. Все так оно и было. И в какой-то момент я почувствовал, что все это не то. Это все мимо чего-то. И в какой-то момент возникла такая некая преграда. И путем каких-то размышлений и всего такого я понял, что как раз все уперлось в рождение свыше. Вот мне его не хватает, чтобы пойти дальше. То есть не имея его, ты можешь как-то там двигаться, как-то жить какой-то церковной жизнью, но до определенного предела. И вот этот предел сейчас как раз наступил. И как его получить, я не знаю. То есть раньше вы где-то в каком-то из роликов говорили, что крещение, таинство крещения, это последняя точка во всем этом. И если ты не имеешь рождения свыше, нельзя приступать к этому таинству. А сейчас вы говорите немного другое. Вот вы говорите, уверовать в Господа, Иисуса Христа, креститься троекратным погружением, и тогда Дух Святой... Я по-другому никогда не говорил. Вы не поняли. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Я никогда не говорил по-другому. Я говорил 2.38 Деяния апостола. Покайтесь и докреститься каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. 22.16 приходит Ананя к Савлу и говорит, что ты медлишь, брат Савл. Ты уже брат, но в грехах. Ты уже покаялся, но ты в грехах. Встань, крестись и омой грехи твои. Завершение. Теперь Дух Святой имеет способ, возможность дойти до человеческого сердца. Ты открой его. Вот когда мы поговорим, я вам скину материалы, наши ресурсы. Если вы знаете, сайт у нас есть, библейский сайт. Я знаю. И там справа вопросы. И там есть на букву Р, посмотрите, рождение. Если вы откройте, там вопросы идут одни. Вы найдете рождение свыше. И вы сразу увидите там. Ткните в это. И там все мои ответы, которые я давал студентам. Там, вот что я вам говорю, так оно и есть. Ты уверовал. Принял Христа спасителем. Уверовал в Него. Раскаялся. Прими крещение троекратное полное погружение. Руками смещенника. Если это искренне, это завершающий этап рождения. Ты родился, теперь возрастай во Христе. Не доверяйся своим мыслям. Стребись. Я правильно понимаю, что если не будет таинства крещения, то рождения свыше не будет. То есть все равно крещение должно идти перед этим. Правильно? Вот как я сказал, как Петр сказал, мы так и должны понимать. Иногда Бог делает повторое, переменяет местами, для того, чтобы показать, что Он принят. Было так, что язычникам Корнилий говорил, и они вдруг получили Духа Святого, еще не крещеное. Такое было при самом начатке. А да, это Бог селин изменить, чтобы показать, что Он уже готовый к окрещению. Их не допускали. Евреи считали небо, это еврейское небо. Христос еврей. Зачем туда язычники Гои? То есть мне нужно креститься сначала? Креститься, креститься с искренним упованием на Христа. Он повелел так, чтобы совлечено было тело грешное там. Он омывает. И из крещения человек выходит другой. Он другой. Я вот с людьми разговариваю, к нам приезжают в полное погружение, оно еще 9 июля будет. Что он чувствовал? Вот с Новосибирска приехал, его видели, может, Сорокин, Дмитрий, из Баптистов. Мы с вами общались как раз в феврале по поводу крещения, да, и вы говорили, что вот было 12-го, по-моему, июля, да? И 9-го. 9-го. Нет, было, было. Было, да, потому что за седьмым, в первое воскресенье. И вы прислали мне вопросы вот по крещению, и я просто посмотрел их, и задал их себе, и я понял, что нет смысла, потому что, ну, я не готов. Не готов? А какие вопросы, по каким вопросам вы не готовы? Ну, по многим, как бы, я сейчас... Как многие? Да там их и немного совсем. Ну, там их немного, но... Ну, тем не менее. Ну, как? У нас крещение принимают, все до одного отвечают, все готовы. Вот в прошлом году двое только из Белоруссии были, из Германии. Нет, я сейчас как бы откровенно просто говорю, конечно, я могу соврать и... Ну, как соврать-то? Это же не следователь, это Бог. Священник – это свидетель. Ну, поэтому мне не хотелось бы укравить. Ну, вы конкретно скажите, какие именно? Что, в брачной жизни непорядок? Да нет, порядок. Ну, надо привести себя в порядок, в этом труда никакого нет. Я сегодня умираю, мне это надо будет. Мигом от меня все это отметется. Верю я, не верю, я умер, и мне это остальное не нужно. Ни жена, ни дети, никто не поможет. Решительно надо порвать. И вопросы как бы подталкивают к тому, что ты должен сделать. Сделать, чтобы освободить душу, чтобы для Бога служить, чтобы за тобой эти мешки гнилья не тащились. Вот в этом-то весь и вопрос. И что нужно сделать в результате для того, чтобы Богу служить? Вот вопросы, которые есть, вы по ним пройдетесь и увидите. Большая счастья в шелухе отошла. А дальше Бог будет учить, говорит, это нравственная жизнь. Вы не имеете нужды, чтобы кто вас учил. Помазание, которое вы имеете, всему вас научит. Иван Гристиан говорит. Помазание Духом Святым, оно вам откроет. Я не могу за руку держать. Это мертвец. Его можно держать, с двух сторон подпереть и сидеть. Но отшатись, и б труп упал. Так и человек. Он все может сделать. Но внутреннего перерождения не было. Это подробно Симеон Новый Богослов пишет. Исаак Сирин об этом пишет. Ну, понятно в целом. Ну, я просто чуть-чуть по-другому думал. Знаете, Тихон. Абодрис. Я чуть-чуть просто по-другому думал, что прежде чем креститься, нужно рождение свыше. Сейчас. А это завершающий этап. Вы первые принимаете, что вы погибший грешник? Я понимаю умом, видимо. Но, может быть, сердцем я не доконфицирую. Ну, хорошо. Если вы этого не понимаете. Нет, я понимаю. Давайте по частям разберем. Вот в каком состоянии вы умрете, где ваша душа будет? В аду, конечно. Ну, поэтому испугайся этого. Держи душу, мысли свои, ум в аде, как Пимен Великий говорил. Ну, настройся на это. Если я сегодня умру, конец. Игнатий Брещанинов говорит, что если ты не испытал этого страха, начни сначала. Ничего еще не было. Ну, испугайся. Бог говорит, гиеной угрожает, чтобы ты туда не попал. А дьявол говорит, ничего, ничего, чтобы туда столкнуть. Сегодня мы с вами умираем. Мы на суд Божий предстанем. Все остальное уже не имеет значения. Ни семья, ни работа, ни знания, ни красота. Все с гнильей и черви. Ничего больше нет. И поэтому я сегодня отрекаюсь от всего во имя Иисуса Христа. Я обращаюсь к Нему, обращаюсь, поворачиваюсь в другом направлении. Шел туда, теперь пошел туда. Все. А как удержаться в этом обращении? Как? Силой Божьей. Страхом Божьим. Как правило, это бывает по женской линии. Там это в блуде. Да как я отстану. Незаконная жена в этот же день встала, до свидания. Буду кормить, жить не буду. Если у нее познакомились, а у нее муж там есть где-то, и прочее. А у нас дети. Такие дети, написано, являются свидетелями разврата родителей. Что у вас было совокупление. Тут страх Божий. Если страх Божий есть, то вопросы отпали. Вот у нас мама, она не знала Евангелия. У нас не было Евангелия в деревне. Но она знала, есть ад. И она нам привела детям. Это спасло нас от больших грехов. От больших. Я ни разу не заматерился за всю жизнь. Я знал, нельзя. Не знал женщин. Бог меня спас. Нельзя. Я буду в аду гореть. А уже в 23 года после армии я встретился с людьми, которые дали мне в руки Евангелие. Через 5 минут я уже покаялся. Меня не надо было уговаривать. Почему? Во мне все созрело. Я хотел конспектировать. Я гляжу, Матфея, там все божественно. Я понял, нельзя конспектировать. Скорее надо читать. Все, я готов. И в этот же вечер мой путь изменился. Хотя работа та же, на корабле. Я молодой, здоровый, сильный. Деньги. У меня все есть. Я говорю, какая-то у вас была нужда. Прищущила вас. У меня ничего этого не было. Наоборот. Я учусь в высшем мореходном училище. У меня перспектива за границу. Занимаюсь языками. На семи языках в это время я свободно занимался. И оказалось, все мусор. Это ничего не надо. Я все связал и все в погреб бросил. Теперь иду за Христом. И в первый же вечер я начал другим говорить на корабле. Живем неправильно. За нас Христос умер. Я могу это всем свидетельствовать. Но я знаю, что я медленно иду. Ничего не было. Медленно жена не может рожать пять лет. Она сутки промущается уже при смерти. Это рождение. Павел говорит, я родил вас благовествованием. То есть благою вестью о Христе. И человек обращается. И он готов на все тогда идти. Первое христиане так было. Вот уверовали, 70 человек ведут на допрос Георгия Победоносца. И уверовали. Их подмечт сразу всех. И ни один не отрекается. Ни один. А вот 40 мучеников. Лед. Ну, Севастийское озеро в Армении. Но один выскочил. А на его место стражник вошел. 40 венцов. 40. Замерзали. Никто не шалов. Варвара, Екатерина, Великомущеница. Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София. Это примеры для нас. Ну, Гури, Самон, Авиев. Да я вам назову их не один, не два. 1173 примера. Игнатий Тихонович, можно вот в конце мы закончим разговор. Большая просьба, сбросьте, пожалуйста, вот еще, что касаемо крещения, вот вопросы, какие-то материалы, если вам не сложно. Я сейчас сказал вам, я скину, и там на сайте рождение, вы себе запишите, рождение, и в эту папку ткните, там она какая, там рождение, там всего 25 папок. Можно написать 24, или сейчас не помню. И там вы откроете и смотрите по вопросам рождения. А вопросы нетрудно прочитать, одна страница. И туда ткни, и там ты увидишь, что полный расклад, что святые говорят, что себе он новый богослов говорит. Мне это все близко и дорого, я пережил мгновенно. А брат у меня, он священник, он этого не пережил. Он постепенно, постепенно доходил до этого. А может быть такое, сомнительно, но все-таки бывает. У меня как у Савла. Я мгновенно готовился там быть террористом, я с детства готовился быть террористом, отомстить коммунистом. Но Бог меня повернул в другую сторону. Ну вот там у вас, вы говорите, что если человек не помнит вот этой встречи с Богом, значит ее и не было. Может быть и так. Я не утверждаю до конца, но если у тебя было рождение, все равно тебе справка дается, что родился. Ты внутри себя знаешь, вчера был такой, сегодня такой. Это все другое. Я могу говорить о том, что пережил. Я говорю не наученными, я не имею грамоты никакой по семинариям и академиямам. Я просто у нога Христа учился, изучал Библии, святых отцов, каноны, жития святых. И поэтому это мгновенное перерождение, как молния. Прежний умер. Я встал с молитвы, ну не больше 15 минут прошло. Я на себя смотрю как бы, я ничего никогда не видел. У меня не было, не слышал ни одного слова, не видел, не считая во сне. Я как будто смотрю на себя, как будто это другой человек. Я совершенно другой. Я осуждаю себя. Я направил гнев на него. Ты же мог раньше прийти, 23 года потерял. Я не могу слез остановить. Что же со мной было? Да как я к Богу приступлю? Я как говорит, ты, Господи, возри на меня, как на пса смердящего. На литвы считается. Она по мне пришлась. Хотя я не запачкан был теми грехами, какими люди делают. Но я знал, что я грешник, погибший, и мне в аду быть. Я немало не сомневался в этом. Внутренняя совесть моя подсказывала. Я грешник, погибший окончательно. Я знал, есть рай. Но что мне он даруется, Богом, я даже секунды не допускал этого, пока не уверовал, что за меня умер Христос. Он взял мои грехи и понес на себе, как Ян Златоус говорит, усвой это. То есть, говорится, умер за всех, а ты скажи, за меня. Он раны претерпел за всех людей, а ты плащи, говори, за меня. Это я должен на кресте висеть, гвозди даже мои руки пробивать. Венец должен на голове на моей быть. Он говорит, я за тебя иду, а ты свободен, только поверь. Будь мне другом, будь мне братом. Ну, спасти Христос вас, Игнатий Тихонович, за время, что уделили за... Ну, я рад. За разумление. Это моя пища, говорить людям. Это человека услаждает верующего. И когда душа обращается, так что вы имейте это все в виду. И чтобы обратить человека, Ян Златоус говорит, нужны тысячи талантов, не один талант. А чтобы покрестить, ни одного не надо. Достаточно быть священником. Ну, я вот сейчас почитаю, да, все это. Если у меня будут какие-то вопросы, я могу же к вам возвращаться. Только так старайтесь вопросы выстроить. И к прежнему, что я вам объяснил, уже не возвращайтесь. Мой ответ вчера и позавчера один и тот же. Чего ради я буду друг? Я этим живу. Подтверждает описание. Мы омылись, осветились. Будь омыты в крещении. Это Бог нам даровал. Мы обрезание имеем. Закрещаем завет. Обещание Богу доброй совести. Но это не спасает. Спасает именно омытие. Омытие. Встань, крестись, я мой грехи твои. Тут все сказано. Значит, ты в грехах встань. Шагни. Скройся под воде. Как Кирилл Русалимский говорит. Как в воде, как в могиле скрываемся. Мы крестимся в смерть Иисуса. Готовы умереть вместе с ним. У тебя огонь будет палать. Даже тебя будут бить. Запрещать говорить. А ты все равно будешь говорить. И Иеремия говорит, я не могу удержаться. Во мне, как в костях, огонь был разлитый. Я сам себя уговаривал. Не надо. Тут лучше не надо. Не получится. Я говорю то, что пережил. Меня все время вызывал начальник тюрьмы, полковник Соломин, беседовать. Следователь, который меня допрашивал, который вел мое дело, принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы, начальник тюрьмы умер по-христиански. Я потом с женой созванивался. Это Бог делает. Преступники каялись. Я узнал только об одной ночи, сказали. Вчера, что у вас семь человек сзади вас на коленях стояли ночью в тюрьме. Это Бог меня послал туда. А уж сколько всего один Бог знает. Учитывая, что я выступал перед миллионами людей. Не тысячами, миллионами. Это радио, передачи, телевидение. Москва. Явное дело в куче это много. Это очень много. Пять университетов, семь отделов милиции. Проехали всю страну от Владивостока до Лиссабона. Я везде видел рождение свыше, радостные лица. Как из сектантов приходят, из баптистов, адвентистов. Люди, которые ничего не знали. Из католиков даже. Хотя католиков я никогда не звал православия. Они церковь. Но много заблуждений, как и у нас. Но надо заблуждения эти видеть, бороться с ними. А не так. А что сделаешь? В церкви все не так. Не все, но есть. И поэтому надо трудиться, проповедовать, говорить. У нас вот храм, мы отдельно общий на зарегистре. У нас ни торговли нету, ничего. Воск покупаем, свечи горят. Чисто восковые. Батюшка ставит сколько надо. Догорит, погаснет. Агарки эти не собирают. У нас ни одного агарка нету. Я начальник детского лагеря 45 лет. И у меня ни одной ложки не пропало. Почему? Залезать, дежурному показать. Махнул рукой, опрокинул. Везде веди дисциплину. Ну, Василий об этом говорит великий. Вначале наведи порядок, а потом веди богослужение. У нас порядок такой, никто не шелохнется. Семь минут до службы зашли. Полное молчание. Полные поклоны. Никто пост не нарушает. Все до одного крещеных в полном погружении. Ну, мне вчера скинули материал. Отец Геннадий Фаст, Менонит, в моем доме он обратился. Магистр богословия, патриархии. И он говорит, общину создать нужно. Можно. Но если есть, говорит, лидер, настоящий лидер поведет, тогда он знает и указал на нашу общину. Я, кстати, смотрел, у отца Геннадия, у него есть лекция, наверное, лекция, да, по рождению слыша, как раз. Ну, то есть, очень многие об этом рассуждают, но вот практических советов практически их нет. Как получить? Как я вам говорю? Первое. Давайте снова. Ум держи в Аде. Ты сказал, все, ты первый шаг уже прошел. Ты не надеешься ни на какие прощения, петрахили, никак. Второе. Ты веришь, что Иисус умер за тебя. Другого нет спасения. Нет другого имени под небом. Ни Кронштадтский, ни Златоуст, ни Павел, никто не спасет. Мы все Христовы. Павел говорит, разве Павел распялся за вас? Христос распялся. У нас пути разные-разные. Голгопе. Голгопе. А с Голгопа у всех одинаковые за Христом. Одинаковые, один путь в рай. Ну, а дальше прямое крещение. Тут уже проще. И теперь все время проси об этом, молись и уповай на Бога. Вот тут я уже рассказывал. Вот у нас главное есть лестница на небо. Вот она, лесенка. Все. Сто поклонов. Не меньше семи раз в день. Не считая утренних, вечерних. Перед каждым заходом на молитву полно прочитай Царю Небеса, Сочи Наш. И своими словами вырази. Найди мне время, найди. И потом ты навыкнешь, у тебя будет такая жажда. Вот проходит маленькое время, и опять на молитву тянет. Почему? Все суета. И только дружба с Богом вечная. И смерть никто этого не отнимет. Это практически, я вам говорю, вы говорите, никто. Я вам это говорю, практически. Прямо сейчас встаньте решительно. Порвать все какие-то грехи, уже кратко даже мы указали. Развести эти мосты. Не бояться. А как вот я там оставил жену, и она от своего ушла. А теперь мы встречались, я понял. Она беременна, и она говорит, если ты меня бросишь, я аборт сделаю. Или ребенка убью. Она тебя шантажирует. Впереди смерть моя, моя и твоя. Ты отвечаешь за свои поступки. Вы все на жену напираете. У меня как раз в этом плане все нормально. Это мне пишут, которые. Я напираю. Это мне вопросы задают. Она шантажирует его. Что делать? Если речь идет о спасении, делать только то, что есть. Тебе дан один спасательный круг. Ты указать можешь ей. Если были незаконные связи, не встречайся. Обойди. Уйди. Уехай. Бегайте, блудодеяние. Тут оборону держать нельзя. Только бегство. Чтобы она не догнала. Хорошо. Спасти Христос. Аллилуйя. Не буду задерживать вас больше. Ничего. По славу Божию. Благодарю, что зашли. Мне это приятно. И вам спасибо. Спасибо, Христос. Алексей. Давай. Алексей. Маняшин.